Мир за колючей проволокой или как живут и работают осужденные в местах лишения свободы. Наша съемочная команда отправилась узнать, как проходит рабочий день в исправительной колонии 20 строгого режима для мужчин. Изначально наше учреждение было направлено на металл и бетон. Также производим работу изготовления машин для ямочного ремонта. Имеется у нас 4 участка швейного производства. Работаем с заказчиками непосредственно муниципальными. Также у нас имеется сторонний заказчик, который заказывает по индивидуальным чертежам. Также работаем с компанией «Русская полимерная». Это изготовление гранулы, изготовление пленки, различных вкладышей. То есть ассортимент широкий. Начало дня у осужденных начинается в 6 утра. Подъем, зарядка, завтрак и выход на работу. Трудятся практически все, за исключением инвалидов, так как основная цель – это воспитать осужденного. Этому способствует целый комплекс мероприятий. Одно из них – производство. У меня как бы удов, колония-поселение подходит в этом году. Но до конца срока очень много и ряды меня выпустят с таким большим сроком на поселок. По крайней мере, в следующем году или через год я попробую выйти на колонию-поселение. Хочу дальше полимерки работать. В Артеме на три казашки есть такой же завод. Буду там работать. Осужденные идут на работу с большой охотой. Есть возможности делом заняться и денег заработать. Каждый месяц на личный счет осужденного поступает 25% от зарплаты. Остальная часть денежных средств идет на погашение затрат по содержанию, питание, одежда, а также на выплаты потерпевшим. Можно обращаться, в принципе, в электронный адрес у нас есть. На электронку можете скидывать чертежи. То есть, либо приезжать сюда в учреждение со своими фотографиями, чертежами. Уже на месте оговариваем, смотрим. То есть, вот рядом стоит у нас заказ. Работаем на услугах. По словам генерального директора русской полимерной компании Фисенко Александра, у каждого осужденного есть возможность дальнейшего трудоустройства. Исправительная колония 20 строгого режима для мужчин открыта для сотрудничества с предпринимателями, которые готовы предоставить оборудование для реализации рабочего процесса. Если осужденный хорошо зарекомендует себя во время трудовой деятельности, он имеет полное право взять ежегодный 13-дневный отпуск на территории колонии строгого режима, который включает в себя облегченный режим дня и более комфортные условия проживания. Ну, находимся в профилактории, отряд профилактории у нас. Основное отличие этот отряд открывали для осужденных, которые уже положительно себя показали на производстве непосредственно. То есть, условия профилактории, это основное отличие, это режим. То есть, более мягкие, то есть, осужденные могут вдохнуть. Утром на час побольше поспать, поэтому уделить личное время – это основная задача. Трудотерапия для осужденных – это возможность ресоциализации. Благодаря сотрудничеству данной колонии с предпринимателями, производство расширилось от переработки мусора в полимерную гранулу, а потом в полиэтиленовую пленку. Труд по отношению к осужденным выполняет важную социально-правовую роль по их исправлению. Степан Скляров, Ксения Быкова. Новости на Восьмом.